Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашей гости, сможем прикоснуться к словам Священного Писания, и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И в самом начале я предлагаю пригласить Господа в наши сердца, в наш разум, в нашу студию, чтобы Он благословил нас. Помолимся. Любящий наш Господь и Бог, еще и еще раз мы приносим Тебе благодарность за дар жизни, за дар жизни вечной в нашем Господе Иисусе Христе. Мы очень благодарны Тебе за эту возможность сегодня быть свидетелями Твоей любви, Твоей заботы и свидетелями тому, что Ты слышишь молитвы людские, отвечаешь на них. Мы благодарны Тебе, Господь, за все. И приглашаем Тебя, чтобы Ты присутствовал здесь, был Господином. И пусть все, что будет сказано здесь, в этой студии, будет только для Твоей славы, ибо только Ты один достоин. Хвалы, поклонения и славы. Любящий Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас написать внизу здесь, под этим видео, в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или в ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым мы хотели бы поделиться здесь, в нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостью сегодняшней передачи Светлану Иотко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Очень приятно быть в вашей студии. Слава Богу. А мы очень рады, что вы к нам согласились прийти. Слава Богу. Ну вот, обнялись любезностями. А теперь, прежде чем вы расскажете о своем опыте, который приготовили для нашей программы, хотелось бы, чтобы зрители немножечко о вас узнали. Откуда вы родом и как давно вы здесь проживаете? Я родом из Украины, из города Днепр. Раньше назывался Днепропетровск. И мы с семьей эмигрировали в США. Уже два года прошло с того момента. Поэтому мы относительно молодые эмигранты. До эмиграции мы занимались, активно занимались телевизионной журналистикой. Задействованы были в молодежном движении Альфа и Омега в городе Днепр. И, конечно же, служили в церкви, в медиаслужении. И уже тогда начали мотивационный проект «Красивые люди». Это YouTube-проект, который мы привезли с собой из Украины. И продолжаем его здесь уже в радиоформате и, конечно, в YouTube-формате. Еще Instagram добавился активно, потому что сейчас такое время, что без Instagram уже никуда. Ну, а вот для тех, кто не особо так разбирается. Ну, раньше радиоприемник так раз на волну настроил. Ну, а как вот найти людям вас? Просто можно набрать в YouTube, да, «Красивые люди», да? Да, можно набрать, если вы наберете хэштег «TV Beautiful People», вы тоже найдете много видео с нами. Или же заходите на YouTube, ищите канал «Светлана и Отка Beautiful People». Можете также найти меня в Facebook «Светлана и Отка», в Instagram «Света Лампочка», потому что друзья меня прозвали «Лампочкой». Это, можно так сказать, мое второе имя после прихода к Богу, после покаяния. Я слышала такую теорию, да, что часто Бог дает людям второе имя. И, наверное, это то имя, которое дал мне Бог через моих друзей, потому что из-за того, что, наверное, у меня такой веселый, жизнерадостный характер, плюс имя Светлана, друзья почему-то решили назвать меня «Лампочкой». И это прозвище настолько прилепилось, что очень-очень долгие годы, до того, как я вышла замуж, меня вот звали «Лампочкой». Сейчас некоторые друзья продолжают меня так звать, но муж не очень нравится. Он любит больше, что вот Светлана, Света. Все-таки официально. Ну, как-то «Лампочка» такой вот немного по-детски. Значит, твой автор «Красивые люди», да? Да, мы вместе с мужем начали этот проект. Идея, конечно, родилась у меня, я ее вынашивала, наверное, тоже больше двух лет. И только после того, как произошел интересный очень момент в моей жизни, это прыжок с парашютом. Знаете, очень такой интересный момент, когда ты летишь на высоте, и тебе кажется все красивое, прекрасное, какой-то страх уходит, и ты понимаешь, что все, нужно точно начинать что-то новое. Ты уже преодолел себя, ты решился на что-то такое сумасшедшее. И ты потом спускаешься на землю и думаешь, вот, та идея, которую я давно вынашивала, ее точно нужно реализовывать. И вот где-то через пару недель после того, как я прыгнула с парашютом, начали с мужем снимать этот проект, который я вынашивала очень долго. И красивые люди для меня это своего рода детище, потому что я верю в то, что каждый человек уникален и прекрасен. Но в этом проекте хотелось раскрыть и внешнюю, и внутреннюю красоту людей, взаимосвязь, гармонию, баланс. Очень интересно слушать, как мужчины воспринимают понятие красоты женской, понятие дружбы, понятие красоты характера. Интересно, как женщины воспринимают, интересно, как семейные пары рассказывают о том, за что они полюбили друг друга. И мне это очень нравится, меня вдохновляют, меня вдохновляют красивые люди, прежде всего красивые внутренние люди. Ну, конечно, мы все смотрим на внешность порой, я тоже ловлю себя на мысли о том, что вначале я замечаю в людях внешность, да, какие-то есть черты, которые тебя притягивают, но чем старше ты становишься, тем больше ты учишься тому, что внешность обманчива, и чаще всего за красивой обложкой скрывается не всегда внутренне, да, не всегда внутренне красивый человек. Поэтому вот этот вот проект очень интересен, я узнаю новое о других людях, я помогу, помогаю раскрывать людям их красоту, потому что чаще всего люди очень красивые, интересные, не до конца верят в себя, у них заниженная самооценка. И когда ты приглашаешь человека на интервью, он говорит, да нет, я не могу, ну что я могу рассказать, да кто я? А я вижу в нем такого интересного человека, и мне хочется раскрыть эту красоту, эту внутреннюю красоту, и поэтому мне этот проект очень дорог. Здесь в Сакраменто мы решили его продолжить в радио формате на этно.фм 87.7.фм каждый четверг с 5 до 6 вечера. Можно слушать в прямом эфире программу «Красивые люди» и тоже в записи на моей страничке, и на страничке в фейсбуке есть тоже страничка «Beautiful People», там тоже хранятся записи эфиров. Да, записи всех эфиров, поэтому можно прослушать, просмотреть, если кому-то интересен один из моих участников, вообще интересен этот проект. Кстати, я постоянно ищу себе гостей, поэтому если кому-то интересно принять участие в программе «Красивые люди», кто не боится говорить о себе, кто не боится микрофона, кто не боится меня, в конце концов, кто не боится... Друзья, обращайтесь к нам, да? Да, обращайтесь, приходите ко мне на интервью, потому что я люблю знакомиться с интересными людьми, с людьми, которые любят поговорить, любят отвечать на вопросы, творческие, креативные, талантливые, которые могут других вдохновить и мотивировать, и поэтому я думаю, что, может, мы встретимся с вами тоже в одном из моих проектов. Ну да, в меня просто надо вдохнуть немножечко уверенности, тогда все будет хорошо. Значит, я понял, но мне надо сначала с парашюта прыгнуть, да, с парашютом прыгнуть, надо, чтобы какие-то идеи появились, вот, и тогда, наверное, действительно, мы встретимся у вас в студии. Еще я смотрю футболочка. Доброго вечера, мы из Украины. Мы из Украины, доброго вечера, мы из Украины, вы понимаете украинскую муру? Да, понимаю, почти все понимаю, но не могу говорить. Это тоже новый мотивационный проект, который мы начали три месяца назад, я одна из ведущих его и соавторов этого проекта, доброго вечера мы из Украины, и он тоже проходит на Этно-ФМ, только уже по пятницам, с шести до восьми вечера, да, на Этно-ФМ, также на страничке в Фейсбуке хранятся записи эфиров, тоже страничка Good evening, we are from Ukraine, и мы тоже стараемся вдохновлять людей, собирать украинцев, это украинский проект, там только на украинском языке, да, чисто украинские, украинские песни, вот, ну, это проект для того, чтобы поддержать украинцев в эмиграции, дать им надежду, рассказать больше об украинской культуре, традициях, у нас есть и страничка, можно так сказать, юмора, некоторые шутки и рецепты интересные, и рубрика такая, как познание себя через призму восприятия, вот, христианской психологии, то есть очень разные интересные рубрики в этой программе, то есть два часа эфира пролетают незаметно, очень интересные гости приходят в рубрику понаехали, мы спрашиваем, да, понаехали, ну, про молодых эмигрантов часто говорят, ну, вот, понаехали, а сейчас в связи с трагическими событиями в Украине люди просто вынуждены эмигрировать, и, слава богу, что Америка принимает очень много эмигрантов, но это вынужденная эмиграция, не все люди хотят сюда ехать, многие мечтают о том, как бы побыстрее вернуться в Украину, и этот проект призван мотивировать и вдохновить людей в эмиграции, во-первых, не сдаваться, не останавливаться, не впадать в депрессию, в хандру, люди должны понимать, что там, где они находятся, они могут влиять, они могут помогать друг другу, они могут изменять обстоятельства, они могут, в конце концов, больше рассказывать об Украине и привлекать волонтеров к помощи, привлекать спонсоров для того, чтобы помогать тем людям, которые в Украине остались, которые нуждаются. Это масса проектов, связанных и с помощью детям-сиротам, и помощью волонтерам, и армии, то есть очень много разных проектов, куда мы можем направить средства, будучи в Америке, порой мы думаем, 10 долларов это не деньги, но для кого-то это деньги, да, это огромные деньги, когда ты пересылаешь в Украину 10-20 долларов, там это огромный праздник, там можно очень много чего купить на эти деньги, а для нас это кажется уже, ой, да что же это за деньги, и поэтому мы хотим вдохновить молодых людей, вдохновить тех, кто постарше, тех, кто из Украины, тех, кто может быть хочет просто поддержать Украину, не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. У нас интересно так, что многие люди из других стран, они хотят учить украинский язык, они слушают наш проект для того, чтобы выучить украинский язык, и даже наш оператор на радио, он постепенно учит фразы на украинском языке, он учит слова, и в конце каждого эфира он, так, девчата, а что это слово, да это я замету себе, запишу, что это слово, что это значит, то-то, ну, очень интересно, да. Да, ну, еще вопросики, может быть, пару вопросиков. Хорошо. Теперь уже касается тематики молитвы, передвигающая горы. Скажите, кто вас познакомил с Богом? С Богом меня познакомила сначала моя подружка, с которой мы учились в школе. Это сейчас ты уже понимаешь, да, случайностей не бывает, и никто в твою жизнь не приходит случайно, и, скорее всего, за что Бог ведет тебя с самого рождения, Он дает тебе определенные обстоятельства и ситуации, но когда ты в гуще этих событий, ты этого не замечаешь, и ты не понимаешь. Тебе кажется, ой, что-то случилось, ой, я познакомилась с каким-то человеком, ой, что-то произошло. И вот таким случайным образом к нам в школу пришла девочка, которая, их семья переехала просто с одного района в другой район, перешла в эту школу, и мы подружились, и она меня в какое-то время приглашала в молодежный центр Альфа-Омега, молодежный христианский центр Альфа-Омега. Это в Днепропетровске там, да? Да, это в Днепропетровске междинаминационный христианский центр, который призван для благовестия именно молодежи, неверующей молодежи, без привязки к каким-то динаминациям, конфессиям, просто вот чистое Евангелие. И я знаю, что приглашала она меня туда, наверное, два или три года подряд, но попала я туда уже. И вы не ходили, да? Да как-то то не получалось, то неинтересно было, то еще что-то происходило. И однажды я поехала в христианский молодежный лагерь, и вот в этом лагере уже совершенно другая атмосфера, когда ты на протяжении 10 дней, 10 или даже 14 дней, ты находишься, во-первых, вдали от дома, вдали от привычной тебе атмосферы, обстановки. Тебе некуда сбежать, если тебе что-то не нравится, и ты слушаешь слово, Бог каким-то образом чудесным работает. Я даже скажу, он тебя как будто помещает так, вот сидишь здесь, и тебе вот эта информация в тебя заходит, заходит, какая-то трансформация мышления происходит. И я скажу, что вот сдалась я. Где-то под конец лагеря уже сдалась. Именно в лагере, да, произошел? Да, именно в лагере произошла эта встреча с Богом, это осознание того, что Он мне нужен. Хотя я не скажу, что я была каким-то плохим или негативным персонажем по жизни. Я родилась и выросла в хорошей семье, советских инженеров, занималась спортом. Я вообще была отличницей. То есть я не успела в своей жизни ни покурить, ни там попить, ни наркотики попробовать. То есть много чего я не успела. Ну, я думаю, не расстраивайтесь меня. Я не расстраиваюсь, когда слушаешь истории других людей, покаяния, ты часто слышишь, что у человека была такая кардинальная перемена от черного в белое. И мне иногда кажется, ну, у меня такого и не было, наверное, что-то не так. Но потом я понимаю то, что в сердце каждого человека есть пустота, которую заложил изначально Бог, и ее может заполнить только Бог. И ты живешь без Бога, ты живешь классной, хорошей жизнью. У тебя вроде бы все есть, но всегда есть та пустота, ты ее чувствуешь, тебе чего-то не хватает. И я думаю, что в моей жизни какой-то период вот это все происходило, накапливалось, и вот это ощущение пустоты как раз в этом лагере активно проявилось. И заполнилось, да? Да, я увидела христианскую молодежь, которая была совершенно другой. Она отличалась кардинально от моих друзей в школе. Это на тот момент я была в 10 классе, мне было 15 лет, и я тоже видела эти контрасты, да, видела совершенно другое отношение. Шутки, юмор, их размышления, как они разговаривают, как ведут себя. И в какой-то момент мои стереотипы о христианах поменялись. До этого я считала, что это какие-то забитые, излученные бабушки, скурюженные такие в платочках, которые вечно отбивают поклоны в церкви, у которых нет никакого веселья в жизни. Меня почему-то отталкивала эта сторона от церковной жизни, и у меня была ассоциация, что все верующие, они скучные люди, что с ними не о чем поговорить, что они необразованные, что несчастные люди, конечно, ну, логично, но почему человек должен обращаться к Богу, если у него и так все в порядке, да? Тут я увидела классную молодежь, у них все есть, красивые, веселые, и они верующие. И в какой-то момент, я думаю, я захотела быть такой же, как они, и я захотела иметь что-то, чего у меня не было, потому что та радость, которая из них исходила, я видела, что у меня ее еще не было на тот момент. Я понимала, мне чего-то не хватало. Я тогда не знала, чего мне хотелось. Мне чего-то хотелось, и я не понимала, что в моей жизни не так, почему я не могу настолько легко радоваться, не могу настолько легко вот общаться, воспринимать окружающий мир. И в какой-то момент Бог мне просто показал, что мне нужно помолиться молитвой покаяния. Это опять же произошло через мою подругу Катю. Она в тот момент была со мной, у меня что-то просто нахлынуло, что-то не получилось, что-то просто какие-то слезы, какая-то такая апатия. Я не скажу, что депрессия, но такое состояние тревожное, такое плаксиво. Она говорит, давай, может, мы помолимся молитвой покаяния, ты знаешь, Бог давно стучится в твое сердце. И я такая думаю, ну давай. Это была первая молитва ваша? Это была первая моя молитва, такая серьезная, осознанная, потому что анализируя свою жизнь, я понимаю, что бабушка в детстве меня учила отче наш. Я знала отче наш, и иногда, мне кажется, на автомате произносила молитву отче наш перед сном. Но это какой-то такой детский опыт неосознанный. То есть мне кажется, что зная эту молитву, наверное, все дети с детства откуда-то знают молитву отче наш. Я так понимаю, что моя где-то прабабушка была глубоко верующей, православной, и этот опыт, может быть, передался как-то через поколение, но именно таких личных взаимоотношений с Богом у меня не было. То есть вот та молитва, которую я повторила за своей подругой Катей, и она стала первой молитвой в моей жизни, и что-то чудесное произошло после этих слов. Это было как будто в фильме, да, как будто ты что-то говоришь, и у тебя открывается какой-то свет из души идет. Я не знаю, какие-то просто лучи, потоки света открываются. И это еще было в горах, в Орджоникидзе, на берегу, там не океан моря, черное море. Это было на такой холмистой мне в местности. И это было настолько невероятно. И я действительно физически как будто ощущала присутствие Божье. Такое чувство, как будто он действительно вошел в мое сердце, и просто пошел нереальный какой-то свет, излучение. И после этой молитвы мне как-то стало легче на душе, я перестала плакать, мы продолжали с ней говорить. Она меня стала поздравлять с чем-то. Я тоже тогда не понимала, почему все тебя поздравляют. У тебя теперь новая жизнь, там, с днем рождения, с духовным. Ты такой еще ходишь и не понимаешь. Мне кажется, осознание того, что произошло, пришло уже через пару дней, когда в конце молодежного лагеря вызывали на сцену всех, кто покаялся в течение этого лагеря. Потому что были ребята, которые каялись публично, выходя на сцену. А были ребята, кто каялись вот так или на группках по изучению Библии, или лично в общении с друзьями, или с лидерами. И когда всех уже вызывали, нас тогда человек 30 покаялось за весь лагерь. А в лагере было больше 250 молодых людей, и большая часть была неверующих людей. И я тогда только, наверное, начала осознавать, что это действительно такой важный шаг, и все об этом говорят, поздравляют, и пастор это закрепляет каким-то вот словом, тебе дарят там Библию, ты начинаешь изучать уже по-другому, ты воспринимаешь Библию, она перестает быть какой-то скучной книгой, непонятной. Ты уже читаешь, и действительно Бог с тобой разговаривает. И молитвы приобретают совершенно другое значение. Наверное, те молитвы, которые действительно могут передвигать горы, потому что ты сам веришь в то, что ты говоришь, и ты чувствуешь, что Бог работает, Бог работает в твоей жизни. И те слова, которые ты произносишь, это не просто пустой звук, а это то, что Бог вкладывает в твои уста. И бывает такое, ты что-то говоришь, и ты не поймешь, откуда эти мысли у тебя появляются, откуда желание общаться с Богом, откуда желание молиться. Но это та первая любовь, которая, я думаю, что многие переживают эту первую любовь. Это то чувство, которое, наверное, спустя много лет уже хочется вернуть, но оно уже никогда не будет таким же, как вот тот самый яркий, да, тот самый яркий такой первый момент. Поэтому для меня этот опыт очень ценен. И я действительно считаю, что та самая первая молитва, она, наверное, была такой самой яркой, самой светлой, самой теплой, и самой вот даже в физическом смысле самой такой излучающей Божий свет и энергию. Ну вот вы сказали, что все поменялось, вы спокойнее стали, мир такой Божий сразу, да, вот как-то вас окутал, вот как будто Бог вас обнял, так вот, наверное, чувствовали, да? Но это в тот момент. А вообще-то потом, когда вы уже приехали из лагеря, ведь вы стали читать Библию, вообще жизнь ваша, отношения, вот что изменилось в вашей жизни вот после встречи с Богом? То есть вы стали молиться, что-то вот Бог каким-то образом показал, что вот какой-то знак дал вам, что вот ты теперь моя, мы теперь вместе. Это ощущение было постоянно в сердце, как будто он с тобой постоянно находится, с тобой присутствует. И после того, как мы вернулись в город, нас об этом предупреждали, и это действительно началось. Жизнь стала намного сложнее. То есть первый вот этот вот... Фан такой, да? Да, вот этот вот ажиотаж, это первая любовь, это все классно, но потом появляются какие-то сложности, какие-то искушения, тебя начинают приглашать в какие-то компании, в которые тебя раньше почему-то никто не звал, но сейчас у тебя внутри что-то поменялось, и тебя почему-то начинают звать туда, где тебе не очень хорошо находиться. Какие-то предложения, например, появляются резко парни, да, которые начинают за тобой ухаживать, хотя они не из церкви. То есть какие-то такие моменты начинаются, и внутренние испытания, внутренняя борьба, взаимоотношения с родителями усугубляются, какие-то конфликты появляются. Потом испытания в плане духовных дилемм, поступков, да, борьбы со своей совестью, как правильно поступить, что можно, что нельзя. Но я благодарна Богу, что меня сразу направили в группу по изучению Библии, где мы могли каждую неделю обсуждать эти моменты. Мы разбирали все, обсуждали. Если было что-то непонятно, мой лидер, наставник Иван, мы могли обсуждать, мы еще после окончания группы могли еще часами сидеть, и я могла доказывать, вот почему так, это не так, а вот должно быть так. И он терпеливо мне все рассказывал, объяснял. И если уже доходило до такого, что совсем что-то необъяснимо, ну, поймешь потом со временем. Действительно, какие-то моменты, они потом просто сами отпадают, у тебя эти вопросы просто не появляются, потому что ты сам начинаешь все понимать. Но вот этот вот период активного духовного роста, наверное, длился год, и потом мне сказали, что необходимо все-таки принять крещение, определиться с церковью, потому что Альфа-Омега, молодежный центр, который был как прихожая в церковь, это не было... Межконфессионально. Да, межконфессионально. И потом уже людей знакомили с разными церквями, у нас такая была практика, лидеры обычно водили тебя по разным церквям города, чтобы показать тебе, какие бывают церкви, и вот где тебе больше комфортно, где тебе больше понравится. И потом ты уже определяешься, и принимаешь крещение, и тогда ты уже обещаешь Богу служить доброй совести, более так уже осознанно, более серьезно. И, конечно же, тогда уже есть возможность нести служение, потому что у нас даже в молодежном центре Альфа-Омега, я помню, мне тогда сказали, чтобы нести какое-то служение, ты уже должен быть серьезным верующим, ты должен принять крещение, и мы должны видеть, что ты уже действительно хочешь служить Богу. И тогда у меня и музыкальные таланты открылись, и поэтические таланты открылись. Я очень многим стала заниматься, и в телевизионную программу меня тоже пригласили. И вот тот мир и покой, который был в начале, о котором вы сказали, мне кажется, спустя год он перерос в какой-то огонь, потому что хотелось... В бурную деятельность. Да, какая-то активная, бурная деятельность, работа с молодежью, концерты, евангелизации. На тот момент в городе Днепр я была одной из первых девочек-басисток, и приходили в наш молодежный центр, чтобы посмотреть, что там за девочка играет на бас-гитаре. У нас была группа такая молодежная, мы играли такой вот альтернативный рок, то есть такая музыка не сильно спокойная, но очень классно было, и молодежи нравилось. У нас была ориентация на евангелизацию, и мы участвовали в разных концертах, проектах, мероприятиях. То есть это было просто... Ну, это не сказать, что это было спокойствие. Внутри спокойствие, но внешне ты делаешь, ты служишь, ты просто на всю выкладываешься. А раньше вы заканчивали музыкальную школу? Нет. Я вообще занималась танцами. У меня в школе, я помню, учитель, она как-то определяла, у кого есть чувство ритма, у кого есть голос, слух, и я помню, что я попала в ту группу, которая занималась танцами. Вот кто-то занимался пением, хором, я вот пошла в танцевальный коллектив. Я всю жизнь прозанималась народными танцами, поэтому я сейчас так думаю, о, может быть, первая любовь к Украине это вот из-за того, что я всю жизнь танцевала украинские народные танцы. Но все равно любовь к музыке, она проснулась, потому что я увидела живую музыку. На тот момент среди молодежи была какая-то электронная музыка, уже рэп появлялся. И ты видишь, когда ты слышишь одну музыку, а потом, когда ты видишь, как она делается вживую, да, там, барабаны, гитары, клавиши, и ты видишь, как она действительно, ну, как происходит, да, как творится музыка, и тебе хочется к этому прикоснуться. И один из моих лидеров, он тоже играл на гитаре. Я сначала на гитаре начала учиться играть, потом я увидела, он играет на бас-гитаре, я решила попробовать на бас-гитаре. Мне показалось, что она легче, потому что четыре струны. Четыре струны, я научилась сначала играть лучше на бас-гитаре, но параллельно играя тоже на шестиструнной акустической гитаре, и на бас-гитаре довольно хорошо. У нас была группа, я в нескольких музыкальных группах играла, и одна из таких, которая дольше всего просуществовала, это группа экспресс. Экспресс, это было как экспресс, как бывшее давление, да, что-то с таким тоже духовным подсмыслом, что когда-то мы были под давлением сатаны, да, теперь мы вот вырвались, такие вот все свободные, и можем, можем наслаждаться и радоваться жизни. Поэтому у нас там даже альбом был, ну, где-то это все осталось так уже в прошлом, потому что наша группа не стала супер популярной в Украине, потому что на тот момент, ну, это очень многого нужно было, и финансовые вложения, и, конечно, много всего, и посвящения, потом у каждого какие-то свои дела, проблемы, у кого-то семья, кто-то уехал куда-то, ну, то есть проблемы, с которыми сталкивается, наверное, большинство начинающих музыкальных групп, поэтому потом мы просто периодически играли уже в воршип, как прославление, и сюда приехали, да, я уже два года не брала гитару в руки, поэтому здесь как-то вот Америка, Америка немного меня охладила, не знаю, почему-то может быть переключила, но я услышал, я услышал поэтический дар, или это что, слова к песне писали, или что? Вы знаете, к теме вот молитвы, для начала Бог начал как будто разговаривать со мной стихами, у меня было такое, что я как будто иду по улице, мы много очень ходили, то есть здесь, здесь в Сакраменто мы ездим постоянно, то там мы очень много ходили, бывало 20-30 минут, ты идешь, и давай ты идешь, и как будто у тебя какие-то голоса в голове, просто стихи, и бывает такое, что это тебя просто не отпускает, пока ты просто не остановишься, не достанешь листочек, не запишешь, и все, ты идешь дальше спокойно, и потом раз еще что-то, какие-то мысли тебе идут, ты это все записываешь, записываешь, и однажды мой муж уже, да, то есть спустя, спустя где-то, вот спустя несколько лет пребывания уже в молодежном центре Альфа Омега Бок, еще познакомил меня с молодым человеком, который стал моим мужем, да, то есть мужа я нашла тоже в Альфе Омеге, тоже в совместном служении телевизионом, и вот мой муж однажды он собрал мои рукописи, где были, ну, не все, часть осталась в Украине, часть мы привезли сюда, и он сюрпризом на нашу годовщину свадьбы издал первый сборничек моих стихотворений, это у вас руками, да, вот я вам сегодня принесла, он называется Явильно, это по-украински Я свободна, потому что мне кажется, что Бог, он дает нам свободу, и молитва, это своего рода та свобода, которую мы можем чувствовать от общения с Богом, это тот поток, как мы соединяемся с Богом, и если даже говорить о проекте Красивые люди, я верю в то, что человек, который молится, искренне молится, он просто невероятно красивый, потому что в тот момент, когда человек молится, я не знаю, что может быть чище, что может быть прекраснее, и если человек молится, общается с Богом от чистого сердца, то это, наверное, самая невероятная красота, которую можно, можно увидеть, можно услышать, можно почувствовать, и в этом сборнике есть тоже один стих, одно стихотворение, которое наиболее так к теме, может быть, подходит, я подумала, что поделюсь с вами этим стихотворением, называется «Я прихожу к тебе», ну, это о молитве, о молитве, вообще у меня такое понимание, что ты как-то постоянно с Богом на связи, я, бывает, еду за рулем и как будто разговариваю с ним о чем-то, делюсь, что-то прошу, и когда меня там кто-то спрашивает, как часто ты молишься, я такая, ну, перед едой, перед сном, да, но такое чувство, что ты постоянно разговариваешь с Богом, и я не знаю, это может быть кому-то странным покажется, как будто это не молитва, но это и есть молитва, да, это как будто ты постоянно разговариваешь, и какая-то ситуация, может, ты занят чем-то, но когда ты приходишь уже к Богу более осознанно, да, выделяешь специальное время, не просто так, между прочим, это уже действительно такое вот время общения, и вот это стихотворение называется «Я прихожу к тебе». С открытым сердцем к тебе стремлюсь я, в дыханье жизнь есть, когда молюсь я, это своеобразный эпилог, я прихожу к тебе в молитве, когда печаль одолевает, уста кричат о боли в мире, душа моя тебе внимает, и слезы радости струятся, ты обновляешь душу в миг, поможет вера измениться, твой дух святой в меня проник, я знаю вечность знания Бога, я верю свято, ты со мною, мой жизни путь твоя дорога, а мой меня, своей любовью. Это такое, как более, мне кажется, подростковое стихотворение, но оно отражает какую-то такую искреннюю веру, вот эту вот простоту, и я даже сейчас перечитываю иногда, мне кажется, что это не я писала, потому что какие-то мысли приходят, и какие-то простые разговоры, как будто иногда Бог мне что-то говорит, иногда я через свои стихотворения сейчас получаю ответы на свои какие-то вопросы, о которых я как-то вроде сама не могу додуматься, а сейчас читаю бывает, и думаю, так это же еще давно было написано, да, как будто Бог со мной разговаривает моими прошлыми стихотворениями, и одно из главных, что для меня в этом стихотворении, это то, что когда человек молится, независимо даже от той боли, которая происходит вокруг, от того всего ужаса, когда заходишь в соцсети, и ты в этих всех телеграм-каналах, чатах, и просто, ну, я не знаю, действительно слезы текут, сколько там всего происходит, да, куда снова снаряды попали, где кто погиб, и ты просто, ты просто внутренне, у тебя сердце разрывается от боли, но потом ты идешь к Богу, и ты приносишь вот это чувство к Богу, и Бог как будто обновляет твое сердце, это, наверное, странно многим людям понять, когда ты можешь внешне быть в каком-то ужасном состоянии, когда у тебя какие-то проблемы, даже болезнь может быть, но внутренне у тебя есть мир, покой, даже та радость, о которой часто мы читаем в Библии, но мы не поймем, откуда она радость, к которой мы стремимся, да, и мне кажется, что только благодаря молитве и благодаря постоянному общению с Богом ты можешь обновляться, ты можешь ощущать этот мир, покой, эту радость, когда это Бог тебе дает, потому что, когда у нас разрушается взаимосвязь с Богом, мы как будто, как будто нам чего-то не хватает, да, как будто засыхаем, да, как будто засыхаем, действительно, прекрасное сравнение с цветами, потому что, если их постоянно поливать, удобрять, они же расцветают, они благоухают, и также мы можем видеть, когда верующие, да, когда они цветут, пахнут, когда они светятся, мы сразу можем сказать, да, вот этот человек, у него 100% есть взаимоотношения с Богом, 100% есть молитва, которая может сдвигать горы проблем, неудач, горы сомнений, это, это круто. И есть опыты, то есть, я вот слушаю, смотрю на вас, слушаю вас, и думаю, это же сколько у вас молитвенных опытов, наверное, по жизни, вот какой из опытов вы приготовили нам на программе? Я думала о том, каким же молитвенным опытом поделиться, и я решила рассказать вам о нескольких моментах, которые для меня являются важными. Прежде всего, мне хотелось бы вдохновить ваших слушателей, что молитва, это не только просьбы, да, не только то, что мы хотим получить, но и благодарность. Меня в последнее время Бог очень много учит благодарить, то, что ты как бы молишься, но не забывай благодарить. И есть такая рекомендация, я тоже где-то прочитала в какой-то умной книге, и всем ее советую, да, когда провожу какие-то семинары, там, курсы, и говорю, научитесь благодарить. Хотя бы пять вещей в день, вечером, проанализируйте день, независимо от того, насколько он там был ужасный, может быть, что-то плохое случилось, но найдите пять вещей, за которые вы можете поблагодарить. Как бы это ни было сложно, да, найдите каждый день. Это как привычка. Если у вас выработается привычка искать, за что можно поблагодарить, в вашей жизни будут происходить просто нереальные чудеса, потому что, когда ты начинаешь благодарить, ты постепенно начинаешь становиться более успешным, у тебя идут дела в гору, потому что ты научился благодарить, несмотря на плохие обстоятельства, которые есть. Я уверена, даже во время войны есть возможность, за что благодарить, ведь сколько снарядов не разорвало, сколько снарядов пролетело мимо, сколько жизни было спасено благодаря какой-то там, казалось бы, случайности, да, то есть всегда можно найти моменты, за которые мы можем благоверить. И второй момент, хотелось бы, чтобы слушатели остались с той мыслью о том, что вы можете не только молиться, но вы можете быть результатом чьей-то молитвы, то есть вы результат молитвы, возможно, матери, возможно, вашей жены, которая молилась перед тем, как встретить вас, возможно, вы результат молитвы подруги, которая, я не знаю, сколько лет до этого за меня молилась моя подруга Катя, чтобы я наконец-то поехала в этот лагерь, чтобы я познакомилась с христианами, да, с современными молодыми христианами, чтобы я познакомилась с Богом лично. Потом уже, когда была я сама лидером в лагерях, я знала, что мы каждый вечер собираемся, мы молимся за всех неверующих, кто приехал, какие вопросы задают. И я больше, чем уверена, что когда у меня были эти поиски, сомнения, за меня молилась не только моя подруга Катя, но там весь лагерь лидеров за меня молился, и пастор молился, и я этого не знала. Но по факту я оказалась результатом чьих-то молитв. Поначалу, возможно, одного человека, потом, возможно, это было несколько человек, а потом и больше десяти, больше двадцати человек. Группа лидеров уже за меня молилась, и я думаю, ну неужели Господь не ответит на такую молитву, когда много людей на протяжении нескольких дней, может быть, нескольких недель, месяцев молятся за вас. И хотелось бы вдохновить тех, кому кажется, что уже ситуация безнадежная. Бывает такое, что у верующих родителей дети творят беззаконие. Мы приехали в Америку, нам тоже сказали, здесь столько детей христианских родителей в тюрьмах, и делают такие дела, говорит, будьте осторожны, берегите своих детей. У нас трое деток, у нас прекрасные дети, мы, конечно, как родители переживаем за них, и одно из первых, что нам сказали в Сакраменто, то вы будьте осторожны, здесь дети верующих родителей еще хуже, чем неверующие. И мы такие сразу, опа, надо быть бдительными. Ну как вас настроили, напугали, сразу запугали. Но хочется тоже и себя поддержать в том плане, если мы будем молиться, мы будем налаживать отношения с нашими детьми. И я думаю, что и наши дети, они могут быть результатом нашей молитвы, и чей-то ребенок, чья-то безнадежная ситуация, они могут быть тоже... Вот та ситуация, она разрешится благодаря чьей-то молитве, то есть ты можешь быть ответом на чью-то молитву. Я тоже не знаю, молился ли муж перед встречей со мной, да, молились ли родители моего мужа о том, чтобы ему попалась вот... Хорошая жена. Да, то есть в любом случае все мы как-то в общем молимся, да. Если проанализировать всю эту цепочку, логику всех этих событий, по факту мы все результат чьей-то молитвы. Если мы в церкви, если мы общаемся с верующими. Бывает такое, что человек сидит и молится о том, чтобы, не знаю, чтобы у него как бы Бог ему изменил настроение или какое-то даже вот радостное что-то случилось. Раз тут вы звоните, что-то спрашиваете, раз и у человека уже что-то поменялось. Или бывают ситуации, у меня есть друг, с которым мы общались, и я не придавала значения тому разговору, который происходил. Но спустя несколько дней он мне говорил, а ты знаешь, что ты меня спасла от прыжка из окна. Я сидел, говорит, в общежитии что-то думал, мне так грустно было и жить даже не хотелось. Я вот думал, сейчас выпрыгну, а я разговаривал с тобой, и ты знаешь, что меня спасла. Я с одной стороны немного напряглась, я подумала, очень опасная ситуация. Но потом я поняла, что даже в таких ситуациях Бог работает. Ты можешь разговаривать с человеком, и он может передумать, совершить какой-то глупый поступок. Насколько интересно здесь идешь по мосту, и есть вот эти вот линии, если вы там чувствуете суицидальные мысли, позвоните. И ты думаешь, ну какой нормальный человек, который решил прыгнуть с моста, будет звонить, я хочу прыгнуть с моста, поговорите со мной или как. Но мы общались с психологами, да, и говорят, что люди как раз, которые на грани самоубийства, у них есть какая-то вот потребность, да, еще раз попросить о помощи или поговорить. И очень многие люди, оказывается, звонят по этим телефонам. И в такой ситуации ты тоже никогда не знаешь, когда ты общаешься с человеком, возможно, твой разговор, твои слова поддержки, ободрения, они могут поменять его решение. Возможно, люди, когда они смотрят этот эфир, когда вы за кого-то молитесь, у них что-то в жизни просто меняется, и они что-то сами делают, что-то просто независимо от их воли происходит. Или как там случайность, да, говорят, что-то случайно произошло, что-то случилось, вот. Мы никогда не знаем, результатом чьих молитв является та или иная ситуация, или результатом чьих молитв является тот или иной человек. А если даже представить, как родители порой молятся о том, чтобы вообще зачать ребеночка, бывает такое, что не могут какое-то время иметь малыша, и они просят и церковь, и сами молятся. И по факту это потом, может, со временем забывается, но вообще идея сама, конечно, результат, то есть, по сути, каждый ребенок, он является результатом молитвы, желания обоюдного. Это так вдохновляет, и я когда готовилась к этому эфиру, тоже молилась, думала, чем поделиться. И вот эта мысль меня просто не отпускает, что ты можешь быть результатом чьей-то молитвы, что каждый человек, он результат чьей-то молитвы. И это так завораживает, знаете, прям мурашки по коже, и ты понимаешь, насколько молитва действительно важна. Мы недооцениваем молитву иногда. Я думаю, что результат и молитвы вашей бабушки, про бабушку вы говорили, потому что была очень искренняя, это результат, ну как бы как само рождение, результат молитвы. Я думаю, и результат вашего духовного рождения, это тоже молитвы и бабушки, и вот этой Кати, подружки, и всей-все-все команды, которая работала в этом лагере. И в дальнейшем, когда вы идете в церковь, получается, каждый человек, который сейчас приходит, вот сядет, иногда мы недооцениваем, да, что бабушки придут, но они не могут служить уже, участвовать в служении в таком, там ярко так, да, они придут и молятся. Просто сидят и молятся за тех, кто рядом на скамеечке, за тех, кто не пришел сегодня. И как результат мы видим плоды, о которых говорил Господь, плоды обязательно будут. И вот вы сегодня рассказали историю, результат молитвы подружки. Два года она ждала, когда вы пойдете, два года. Я уверен, она молилась. Я тоже думаю, что Катя молилась обо мне, и мне кажется, ну, это не то, чтобы прям мне так сильно кажется, но мне говорили тоже, и это свидетельство многих людей, что через меня многие люди тоже и приходили к Богу, и получали какие-то полезные знания, и менялась их как-то жизнь. И я порой думаю, что вроде бы и неосознанно, да, я пришла к Богу, вроде бы как будто Бог меня через эти все обстоятельства как будто вот привел, да, казалось бы случайно, да, но мы знаем, случайностей не бывает. И получается, что тебя Бог приводит до определенной цели, ты потом активно служишь, ты влияешь, ты меняешь. Возможно, ты там не остановишь войну, но, может быть, ты остановишь войну где-то в семье или в сердце человека. То есть ты можешь влиять на этот мир, и это, наверное, самое трепетное ощущение понимать, что ты находишься в центре Божьей воли, и ты даже в момент иммиграции сюда были сомнения, мы думали, ну, зачем, вроде там ты можешь больше служить, там это нужнее, вроде бы все едут в Америку для каких-то материальных благ. Я что-то сомневаюсь в этом, это так говорят, любят так говорить, говорят любят так. Мы поняли, что здесь сложно жить, здесь не так все легко, но все равно были такие сомнения, терзания, и когда уже ты здесь находишься, постепенно ты свыкаешься с той мыслью, что Господь может тебя использовать на том месте, где ты находишься. И когда началась война, мы, конечно, поняли, что Господь нас вывел заранее из Украины, и несмотря на то, что у нас там очень много друзей осталось, мои родные там, родные мужа здесь, но моя мама, сестра, ее муж тоже там, и мы за них, конечно, переживаем постоянно на связи. Мы, конечно, молимся тоже. И как результат? Как результат, но, знаете, в этом случае уже не знаешь, ты молишься, молишься, приходит какое-то отчаяние, война не останавливается. Я думаю, многие верующие молятся о том, чтобы война прекратилась, и она не прекращается, и люди устают, они перестают молиться. Либо начинают молиться по-другому, уже как бы фразы по-другому звучат, но я знаю, это боль многих сердец, и это одна из причин тоже. У меня как-то стихи в последнее время, скажем так, не пишутся, и одно из последних стихотворений тоже было такое на военную тему, как уже такой крик, крик души, просто чтобы Бог остановил эту войну. Ну, конечно, ты понимаешь, что не все так просто, и если бы, да, если бы можно было вот так щелкнуть пальцем, и война бы прекратилась, это было бы, конечно, мечтой многих людей. Я уверен, что Бог все держит под своим контролем в свое время, значит, для чего-то или для кого-то это нужно. Но вам большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое за эту мысль, что мы, наша жизнь, наши добрые дела есть результат чьей-то молитвы. Да. Ходатайственные молитвы, как они важны и какие они разные. Молитвы о тех, кого мы любим и кто нам дорог. Есть молитвы о народе и в целом, может быть, о церкви. Молитвы есть о недоброжелателях и врагах. Как вы думаете, каких молитв из перечисленных вариантов больше? И о ком мы молимся ревностнее, горячее? Мне сегодня пришла мысль, как научиться молиться о недоброжелателях своих, о своих, так сказать, врагах вот так же ревностно, как и о своих родных. Что для этого нужно? Разве от наших молитв жизнь вот этих вот, ну, можно сказать, сердитых или недобрых людей, разве она не изменится, если мы будем молиться о них? Сам Иисус на горной проповеди учил молиться за обижающих нас и преследующих нас. Да что учил? Он жизнью показал на кресте, молясь Отцу, прости им, потому что не понимают, что делают. Кто-то может сказать, ну, так любить и молиться может только Бог. Ну, и с этим не поспоришь. Но ведь то, что делает возможным такие молитвы, это любовь, прощение и вера, ведь это дар Бога, дар. Разве Иисус не готов нам это дать? Помните, похожую на крестную молитву Иисуса, который искренне произнес обычный человек, обычный, такой, как я и вы. Притом очень похожую. Давайте мы прочтем. Это записано в Деяниях апостолов. Стефан, когда побивали его камнями, взывал к Богу и говорил, «Господь Иисус, прими, дух мой!» Упав на колени, он громко воскликнул, «Господи, не внемли им греха сего!» А ведь эту казнь возглавлял человек по имени Саввул. Разве этот Саввул вскоре после молитвы Стефана не стал апостолом Павлом? Да, именно этот Павел стал сильнейшим евангелистом и написал большую часть посланий, записанных в Новом Завете. Выходит, что жизнь Павла – это результат молитвы Стефана. Знаете, я уверен, что Господь заинтересован, чтобы таких молитв, так сказать, о врагах было больше. И вовсе не обязательно, как Стефан перед смертью, так молиться. В Библии есть история, в которой человек при жизни был даже поощрен, он, можно сказать, Богом за молитву о тех, кто его сильно-сильно обижал наговорами. Вы поняли, о ком я говорю? Да, это книга Иова, 42 глава, где написано «Исповедь Иова». Он говорит, я раньше только там, краем уха, слышал о тебе. Вот, а теперь я знаю, какой ты. А Бог говорит, а ты узнал, какой я? Окей, тогда сделай, как я бы сделал. И смотрите, что написано. «И вернул Господь Иову прежнее благосостояние, когда тот молился за друзей своих, вдвое умножил он все, что было прежде у Иова». Обратите внимание, обидчики снова стали друзьями, потому что он помолился. А как бонус потерянного имущества стало вдвое больше. Могу сказать точно, что моя жизнь во Христе, как и жизнь нашей гости Светланы, это результат молитв. Мои родные молились, друзья молились, знакомые, люди в церкви. Наша жизнь, свободная в Господе, это результат тех молитв. И нам повезло иметь таких друзей, таких близких людей. А как быть тем, у кого нет таких ходатаев на земле? Как быть тем, кто окружен злом и сам слился с этим злом? Может, мы и есть те, чьи молитвы помогут изменить их жизнь и сделать по-настоящему их счастливыми? А вы что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы. И те молитвенные просьбы, которые вы выслали сейчас, просматривая наш эфир, мы получим, обязательно передадим в молитвенные группы, будем молиться. А сейчас я хочу попросить нашу гостю помолиться о всех просьбах, которые пришли к нам на передачу последнюю неделю, чтобы Господь ответил на них. И помолитесь о том, чтобы побольше людей стали счастливыми в результате наших с вами молитв. Дорогой Господь, дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за это время и благодарю Тебя за каждого человека, который открывает свое сердце перед Тобой. Спасибо за все нужды, которые были заявлены в эту телепередачу. Господь, благослови каждого человека, благослови каждое сердце. Ответь на каждую нужду, на каждую просьбу. Утешь, Господь, утешь сокрушенные сердца. Дай мир, дай покой, пожалуйста. Прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, дай нам мир. Дай нам больше веры, понимания Твоей воли в нашей жизни. И помоги нам не уставать молиться. Помоги нам быть результатом чьих-то молитв и быть результатом, эффективным результатом молитв, когда мы можем также ходатайствовать за других людей. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь в наших жизнях. Спасибо Тебе за эту программу, за этот проект. Спасибо Тебе, Господь, за каждого человека, который принимает участие в распространении Евангелия. И я благодарю Тебя за это время, за все возможности, которые Ты нам даешь. Слава Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь в моей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты действуешь, за то, что Ты вдохновляешь меня и вдохновляешь других людей через меня, Господь. Благослови, чтобы каждый был счастлив, чтобы каждая нужда была отвечена. И Господь, слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Светлана, большое спасибо и за молитву, и за те прекрасные мысли, которые вы делились за свой опыт обращения, когда Вы стали результатом, Ваша жизнь стала результатом чьей-то молитвы. Пускай Господь благословит Вас, Вашу семью, мужа, деток. И пусть Господь использует Вас как свое орудие, чтобы через Вас обнимать многих тех, которые так в этом нуждаются. Спасибо большое. Очень приятно, рада участвовать в Вашей программе. Желаю также обильных Божьих благословений этому проекту. Побольше Вам интересных гостей и побольше молитв, которые будут сдвигать горы. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я хочу поблагодарить и Вас, и главное, нашего Господа за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит Вас и обильно благословит.